Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с вами поговорим о новой теории во FNAF Sister Location, о которой меня просят и просят и просят рассказать. Да, я знаю об этой теории, и да, я знал об этом ещё давно-давно-давно, но я о ней не рассказывал, потому что мне она казалась чуть-чуть натянутой, но так я подумал, знаешь. Это мне очень напомнило ситуацию во FNAF 2, когда был трейлер, и там, если его назад перевернуть, можно было услышать фразу типа «Mike kills us all and this is the end» или как-то так, типа «Майк убил всех, и это конец», что как бы подтверждало, что Майк Шмидт является убийцей. В конце концов, по крайней мере по нашим теориям, выяснилось, что Майк-то в принципе является убийцей, поэтому, поэтому, я подумал, что стоит уделить всё же внимание этой теории и сегодня о ней поговорить. И сегодня мы посмотрим секретную историю трейлера, а точнее мы его просто перевернём наоборот и послушаем, что у нас получится. Итак, я перевернул и поехали. Это хрипово очень звучит, я тебе говорю. Но я буду молчать. Я тебе скажу, когда нужно обратить внимание. Это музыка хриповая. Я не знаю, как вас, но меня вот Маленечко так делает, знаешь, Испуганным. Вот сейчас ты прислушивайся к словам, которые будут на заднем фоне. Они ещё потом будут повторяться, и именно они нам и интересны в данный момент. Сейчас выглядело, будто Фредди вот так, знаешь, типа брови. Так, ну-ка, сейчас будет повторение, если что. Так, ну-ка, ну-ка. Так, ну-ка. Ты услышал? Досмотрим уже до конца. Привет, Спрингтрап. Впрочем, досмотрю прямо до конца толку мало, но... И все. Услышали ты, что услышал я? А сейчас об этой теории очень многие разговаривают, очень многие ее обсуждают. В общем, фишка в чем? Фишка в том, что, когда девочка на заднем фоне говорит Если это перевернуть назад, вот как мы сейчас послушали, тогда эта фраза превращается в Что переводится как Это достаточно интересная теория, хотя и, знаешь, накрученная малеха. Так, знаешь, совсем цу-цуть. Ну а давай послушаем еще раз, чтобы ты понял, о чем я говорю и сам прислушался. Мне конкретно это слышится. Оно прям, прям, ну слышно-слышно. Как она говорит, Сусайдддэнтворк, сусайддддэнтворк. Эта теория может иметь много объяснений. Это факт. То, что там, ну, слышится что-то похожее. По крайней мере, мне слышится. А вот имеет ли это какое-то значение? Это уже другой разговор. Возможно, что это просто совпадение, да? Что при перевороте появляется фразочка, похожая на Сусайдддэнтворк. Ты можешь со мной не согласиться, что это так, но, блин, похоже ведь? Похоже. Напишите в комментариях, ребята, одному ли мне показалось это похоже. Ну а так, давай чуть-чуть порассуждаем. Значит, если это так, если это действительно намек от Скотта, что вполне возможно, учитывая нашу предыдущую теорию, еще во времена ФНАФ 2 насчет Майкьюз убил всех, и этого достаточно. В общем, хммм. Возможно, что данные персонажи, которых мы видим в этом трейлере, то есть вот эти все души, которые заключены в аниматрониках, возможно, они покончили с собой? Учитывая... Оу. Я вдруг понял, смотри. Помнишь, еще когда у нас был ФНАФ Ворлд? Я не очень могу сейчас найти эту картинку. Когда у нас был ФНАФ Ворлд, только-только выходил. Там была картинка, одна из картинок на сайте Скотта, на которой мы видели черный экран, и вверху висела повешенная, повешенная мангл. И еще тогда мы многие разговаривали о том, что типа, ой, игра будет про аниматроников, которые пытаются самоубиться. Самоубийца. Может быть, Скотт решил отказаться от этой тематики во ФНАФ Ворлд и вернуть эту тематику в ФНАФ Систер Локэйшн? Ведь тогда очень многие писали, что ФНАФ Ворлд игра для детей, так она пусть останется игрой для детей, и в ней не будет такого прям, знаешь, шокового контента, что ты играешь, 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 все радостно и круто, и поди, и радуга, и вдруг, бам, аниматроник повесился. Да? Тогда люди об этом не изгодовали. Возможно, что Скотт решил использовать данный концепт и использовать его в хорроре во ФНАФ Систер Локэйшн, потому что там это больше подходит. И тогда данная фраза имеет нифиговое такое значение. То есть, ведь тут даже мангл есть. Фак. То есть, фразочка suicide didn't work, возможно, имеет какое-то отношение к сюжету. Смотри, ребенок самоубился, ну да, и после этого он попал в аниматроника, и поэтому он и говорит, типа, suicide didn't work, потому что ничего, в конце концов, не помогло. Ребенок пытался сбежать от чего-то таким вот страшным путем, и в результате, вместо того, чтобы окончательно исчезнуть, он попал в аниматроника. И после этого его страдания продолжились. Фак. Это крипово. Если данная теория имеет право на жизнь, и Скотт действительно использовал данную фишку у себя в игре, то это реально крипово. Тем более, учитывая, что данная тема про самоубийство и прочее, очень, знаешь, такая трогательная, я бы сказал, знаешь, не в хорошем смысле трогательная, а в плохом смысле трогательная тема для многих-многих людей, особенно за рубежом. Банальная фотография Мангл, которая висела на веревке, уже вызвала огромный резонанс в публике ФНАФа. А если об этом будет целая игра, то это прям взорвет эту публику. Ладно, ребята, напишите в комментариях, что вы думаете об этом, потому что данная теория, я не знаю даже, что и думать, она похожа на правду, но в то же время она выглядит накрученной, потому что, ну, я не уверен, что Скотт продумал, что трейлер можно перевернуть и таким образом получить какое-то послание. А может, продумывал? Раньше Скотт достаточно часто оставлял фишки в подобных... при приемах. Как вы думаете, ребята? Напишите в комментариях, и я еще обсужу, я думаю об этом с вами. Ну а так, напишите в комментариях ваше мнение, и мы увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока-пока-пока, и... 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 И...